Всем привет! Сегодня я буду жарить пеканью. У меня есть вот такой чудный отруб. Порежу на стейки и зажарю в угольном дриле. Но у меня есть проблема. Или не проблема, а счастье. С прошлого раза, смотрите, у меня осталась куча угля. Что же с ним делать? Можно выкинуть, но я считаю, что этот уголь выкидывать нельзя. Его надо разжечь во второй раз. Что я сейчас делаю? Я вам покажу. Смотрите, первый слой в стартере я выложил свежими брикетами. А дальше я засыплю остатки старого угля. Вполне пригодный уголь для жарки. Сейчас я его разожгу и высыплю в гриль и буду жарить. Открываем нить полностью. Посмотрите, у нас все заслонки полностью открыты. Поджигаем рожек и накрываем стартером с углем. Вот. Очень важно, чтобы скоба была на гриле. Пока разгорается гриль, я займусь мясом. Полотенце. Не налицо. Полотенце мне нужно сюда. Это пекание. Это филе верхней крышки бедра. Очень интересный отруб. В Бразилии и в Южной Америке вообще очень любят альтернативные куски мяса. А пеканию даже не экспортируют. Достаем. Весь пакет в гарбич. А теперь выкладываем именно на салфетку. Очень важно, чтобы мясо было сухое. Нам не нужен сок. Нам нужна вкусная, аппетитная карамельная корочка. Надо просушить весь отруб. Это можно делать как вот такими салфетками. Но очень аккуратно, чтобы ничего не осталось. А можно взять вафельное полотенце и также просушить. На пекании должно быть очень много жира. Тут жира очень мало, поэтому мы можем себе позволить вырезать прямо из середины самый вкусный, сочный стейк. Сейчас я это сделаю. С той стороны, с которой жира я ничего делать не буду. А с этой стороны я срежу те жила. Вот так аккуратно поддеваем и срезаем. И старайтесь резать всегда от себя. Тогда меньше шансов, что вы порежетесь. Теперь внимательно. Верхняя часть пекания вот здесь имеет жилу и вену. Поэтому я ее отрежу и таким образом выровняю свое пекание. Можно стейки нарезать разной толщиной. Мне нравится 1,5-2 см. Это быстрая жарка и отличный вкус. Если вы не любите жир, срежьте жир сразу после того, как вы пожарили. Или отрежьте его у себя в тарелке. У меня получилось 4 обалденных стейка. Я их пожарю просто на гриле. А эти два кусочка я уберу в холодильник. А может быть я сделаю из них бургер или просто запеку. Определюсь завтра. А сейчас буду готовить это. Сейчас мы сделаем стейки еще вкуснее. Нам нужно мягкое сливочное масло. В него я добавляю лепестки тимьяна. Нам нужна красота. Нам нужен вкус и аромат этой зелени. И нам нужен перец чили. Дробленый. Это же мужской стейк. Масло заберет вкус и запах тимьяна, остроту перца. И передаст этот шикарный аромат мясу. Вот теперь идеальный состав. Вот теперь пусть оно стоит и напитывается ароматами. Масло хорошо перемешал. Теперь отставлю его в сторону. Пусть постоит. Как раз это займет минут 15. Оно насытится вкусом и потом передаст все это мясо. Уголь готов. Сегодня я буду жарить в разделительных лотках. Мне это поможет создать правильный жар. Аккуратно раскладываем уголь, чтобы он у нас не рассыпался. Вот один у меня выпал. Я его кладу щипцами обратно. Поставим на середину. Сверху я кладу крышку. И сегодня я буду жарить на замечательной решетке JBS. За 3 минуты до того, как я буду жарить, я всегда солю и перчу мясо. Все эти разговоры о том, что нужно солить после, они имеют место быть. Но я солю до для того, чтобы создать очень вкусную, красивую корочку на мясе. Соль вытянет чуть-чуть сока из мяса. И сразу мясо окажется на решетке. И создаться королемизованная корочка. Переворачиваем куски. Поповторяем то же самое. Я люблю жарить на сильном жаре. Сейчас температура дойдет до 250. Потом перевалит к 300. И я начну жарить. Стейки готовы. Выкладываем. Какая хорошая мужская порция. А теперь секретный ингредиент. Масло растаяло и придало аромат тимьяна и вкус перца. Сейчас попробуем. Как это? Ну что? Идеально. Да. Показателем вкуса блюда являются пустые тарелки. Ну или как у нас доски. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Теребойникайте этот колокольчик. Пусть уведомления приходят вовремя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 으로 отберри. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok